Приветствую вас, зрители канала Bosch Club. Сегодня мы рассмотрим такую тему, как беременность и уход за беременными питомцами. Меня зовут Головкова Алина, я являюсь продакт-менеджером компании Афина. Компания Афина официальный дистрибьютор кормов пошли на территории Российской Федерации уже на протяжении 15 лет. Немножко о нашем спикере сегодняшнем Наталья Ивановна, главный ветеринарный врач по репродуктивному здоровью животных клиники Ковчег. И, безусловно, мы можем сказать, что Наталья Ивановна еще и ведущая специалист в России по репродуктивному здоровью животных. Поэтому сегодня у нас такой очень ценный лайф с ценным грамотным специалистом. Еще раз напоминаю, что сегодняшняя наша тема – это беременность и уход за беременными питомцами. В течение нашего лайва мы рассмотрим такие темы, как ухаживать за беременным питомцем, как понять, что что-то идет не так, как подготовиться к родам. И, конечно же, как кормить животное, которое находится в положении. Ну что же, начнем. И, Наталья Ивановна, к нам пришел такой вопрос, что понятно, что есть запланированная беременность, есть незапланированная беременность. Особенно сейчас дачный период владельцы вывозят животных на дачу. Если перед этим не была проведена стерилизация, то может случиться такой момент, что животное отправилось на прогулку, а вернулось уже непосредственно в жизнь как бы не одно. Либо, если мы рассмотрим питомники, то тоже могут быть случаи незапланированной вязки. Вот как понять, что беременность все-таки наступила на первых сроках? То есть, если мы предполагаем, но пока предполагаем. Что же делать? Добрый день, дорогие слушатели. Попробуем разобраться в этой проблеме. И все, что касаемо беременных, либо кто готовится к беременности и ждет пополнения, ждет потомства. Так вот, конечно, дачный сезон или не дачный сезон, любой сезон, но животное все-таки инстинкт берет свое. И что кошки, что собаки могут убегать по своим инстинктам. Если что касаемо кошек, то действительно в большем плане то, что могут возвращаться через несколько дней и сразу понять, беременны или нет, здесь практически нереально. Но если питомец отсутствовал непродолжительное время, либо это кошка, либо это собака, что прежде всего следует сделать? Осмотреть животное, поскольку отсутствие это не только какие-то незапланированные вязки, но это может быть драки и стычки с другими животными, в том числе и невакцинированными. Так вот, осмотрели животное, если животное находится в течке, то, соответственно, есть определенные манипуляции. Первое, что это можно сделать, это обратиться к врачу, к репродуктологу, который может сделать мазочек из петли и, соответственно, посмотреть под микроскопом. Если под микроскопом находится спематозоиды, то, как говорится, факт уже налицо, то все уже произошло. И дальше выбор стоит. Либо мы мониторим животного, смотрим в динамике и ждем, когда действительно можно поставить диагноз беременность, либо второй вариант – есть специальные препараты, которые могут профилактировать нежелательную беременность. Это тоже, как бы, эти препараты назначает, естественно, ветеринарный врач. То есть есть вот такие вот варианты. Поскольку в первое время, когда животное убежало, здесь сложно понять, наступила беременность или нет, поскольку, что касаемо собак, сухдат, у них что у беременных, что у небеременных, гормональный фон одинаковый. И поэтому сориентироваться по гормональному фону нереально. Наталья Ивановна, а скажите, пожалуйста, если у нас все-таки была запланированная вязка, и как понять, что что-то идет не так? Как проходит нормальная беременность? Как проходит беременность с отклонениями? Можем мы это как-то понять чисто внешне, по поведению животного? Да, внешне можно понять по поведению животного, поскольку все основные проблемы, которые в большей части случаются после вязки, они случаются именно в первые, допустим, месяц-полтора месяца после окончания течки, либо после вязки. Соответственно, что может быть? Ну, это первое то, что отказ от еды, повышение температуры, работа, выделение из петли, плохое самочувствие. Выделение у животного из петли любого характера, то есть это кровавые, гнойные, любые, они спустя окончание течки уже считаются патологичными. Поэтому можно легко обратиться за помощью в ветеринарную клинику. А если, допустим, такие, то, что в первую очередь бросается в глаза, допустим, если животное вдруг стало слишком много есть, на наш взгляд, либо слишком много пить, либо слишком мало пить, там, какие-то вот такие вот есть? Дело в том, что собаки, если беременность наступила, даже если не наступила бы, был факт вязки, они себя по поведению практически не выдают в первую половину никак. То есть они могут отказываться от еды. Владельцы часто приходят с жалобами, то, что была вязка, и животное плохо ест, либо меняет какие-то фокусовые свои пристрастия. На самом деле все происходит вполне нормально, и выборочный какой-то аппетит в первую половину беременности все вполне допустим. Поэтому здесь на один аппетит, то, что привередничает или не привередничает, я бы, что касаемо собак, бы не ориентировалась. Что касается, если кошек, то здесь в любом случае, любое отклонение от пищевого поведения, это все равно поход к врачу. То есть у собак могут быть какие-то моменты, когда, в принципе, как у людей, что-то хотим, что-то не хотим, то у кошек все идет более по четкому. Да, совершенно верно. А если, может быть, такие моменты, как вообще здоровье животного, нужно посреди глаза, нужно посреди ушки, что-то вот такое вот есть? Помимо вот выделения, если нет. Ну, если животное чувствует себя прекрасно, естественно, никто во мне никаких не возникает. Но дело в том, что, находясь где-то за городом или в каких-то других таких ситуациях, там, в путешествиях, в любом случае, что беременное, что небеременное, здесь в любом случае нужно наблюдать за животным, поскольку те же бредно-слизистых, либо какие-то, ну, так же, рвота, расстройства, там, дефекация, еще что-то, здесь в любом случае идет поход к врачу. Если это касается второй половины беременности, когда уже видно, что ясно, есть живот, то, что увеличились соски, молочные железы, вот-вот-вот идет все скоро, то, соответственно, беспокойством и походом к врачу, да, то, что это может являться, опять же, любые выделения, если опытные заводчики, я прекрасно знаю, то, что они практически каждый день проверяют, шевелятся ли плоды внутри, то есть это можно почувствовать припаторно. Если болезненность живота, это же опять причины, которые требуют внимания, то есть беременность, это не болезнь, это состояние животных, которое расценится как плодоношение, и все клинические проявления каких-то заболеваний здесь можно вести практически как обычных животных, но с учетом того, что они беременны, то, что определенные препараты можно, другие нельзя, не рекомендуется, но любое состояние, которое патологичное, на любое мы обращаем внимание, потому что все прекрасно знают, весна – это сезон определенных заболеваний, которые передаются через клещи, и, к сожалению, клещи не выбирают, беременные или не беременные, и очень много животных, которые беременны, у нас лечатся в стационаре, поскольку за ними нужен более тщательный контроль. Если что касаемо беременных, по их внешнему состоянию, здесь, что нужно, особое внимание, так это действительно на болезненности во второй половине беременности. То есть, пальпировать нужно периодически? Да, заболевания сами прекрасно знают, и в том числе проверяют молочные железы, потому что уже в конце беременности, когда уже начинается потихонечку приходить, начинается, может быть, лактация за несколько дней до родов, то молочные железы нужно проверять, поскольку здесь может быть и развиться, и мастит, и нужно проверять состояние молочных желез, и общее состояние, поскольку криминал особо. По физиологии мы, в принципе, разобрали вопрос, а психологические какие-то есть моменты, что животное может стать более агрессивным, либо более, не то что более, совсем вялым? Есть какие-то такие моменты? Что нужно учитывать, если животное используется в разведении и живет в питомнике? В питомнике это обычно своя структура, в которой есть своя иерархия, в том числе подчинение, там старшие, младшие лидеры, вожаки. Здесь, конечно, если планируется долгожданная беременность, то лучше всего даже эту самку немного изолировать из этой стаи, потому что есть такие доминантные самки, которые могут провоцировать как поведенческие определенные изменения и стрессовые условия для того животного, которое находится в айархии подчинений. По своей природе, в большинстве случаев, всегда, когда собаки стайны животные, то доминантные самки, они себя ведут по определенным образом, и, соответственно, подавление вплоть до подавления цикла и гормонального фона, это описано в литературе, то, что собаку может не забеременеть, может произойти резорция плодов, в том числе и на стрессовом факторе. Такие случаи действительно есть. Поэтому, если беременность долгожданная и запланированная, то лучше все-таки животных изолировать. А такой момент, если возьмем не заводчиков, а обычных владельцев животных, если учесть, что, допустим, у нас идет семья, животное одно, то у него какие моменты могут быть? Также, я думаю, интересен вопрос, как если есть дети младшего, скольного возраста, какие, что бы там, дергали или еще что-то какие-то. Да, в принципе, обычно, если животное домашнее, единственный любимец, как правило, в таких конфликтных ситуациях не возникает, что касаемо животных, находящихся в квартире, поскольку обычно, что родители объясняют, что здесь такая ситуация, нужно немножечко поберечь животного, там нервировать. Некоторые животные сами себя уже в второй половине периодности ведут так, что они просто уединяются, ну, такой образ жизни, берут себя поменьше, ходят там, лежат, как называют, в образе там, где-нибудь в уголочке, вот, ведут себя определенным образом. Ну, в принципе... Агрессия может быть? Агрессия во время беременности, я так думаю, что вряд ли она маловероятна, но все равно, если живут в стае, то там, еще раз говорю, там свои стаиные подчинения, то, что там может быть что угодно, и драки, и кусают они, и лечат те же раны. То, что... ну, в домашних условиях агрессии, честно говоря, я не встречала. То есть, это не типично. Не типично, да. Но дело в том, что, когда собака рожает, и когда он не включается в инстинкт материнства, то тогда уже агрессия не могут проявляться буквально, буквально, когда только при окончании рода, или в процесс родов, когда она уже видит, что это мое родное, и я защищаю своих детей, и не подходите к ним, и даже не прикасайтесь, агрессия включается довольно-таки часто. И она может быть... очень сильная агрессия направлена как на владельцев, как на... на скаморожие, на окружение других животных, так и на собственных щенков. Потому что животные склонны и к каннибализму, повреждению, и поедать свое собственное потомство. Здесь нужно вести себя аккуратно, и быть все время под наблюдением, и быть таким, как бы, зоопсихологом больше. А у кошек? Кошки, потому что, в принципе, бывают агрессивные такие достаточно. Кошки, они... физиология у них, ну, значительно отличается, нежели чем у собак, но тем не менее, беременные кошки, в принципе, они... их поведение особо ничем не отличается, но они также ищут себе место, они также себе оборудуют, оборудуют там место, где они будут рожать, вот это вот гнездо, так называемое. Поэтому здесь факт агрессии, уже когда во время и после родов, когда у них уже есть детишки, то это, да, действительно, так же все это включается. Ну, я непосредственно помню, что по своей кошке, точнее, по кошке своей бабушки, как это все происходило, то есть, да, она себе за определенные, там, буквально, часы нашла гнездо, она там заквартировалась, так сказать, оттуда всех гоняла, вот, потом, когда уже котята подросли, так, тогда уже стало агрессивно относиться, а когда они маленькие были, наоборот, она даже приводила нас к ним, а потом, не знаю, может, ветеринский инстинкт попозже включился, может, такая ситуация быть. Еще, знаете, хотела вас спросить, в норме, сколько длится беременность у кошек и сколько в норме длится беременность у собак? Смотрите, дело в том, что беременность мы можем только понять как факт гормональный. Для того, чтобы запланировать дату родов или четко знать дату кесарево сечения, да, действительно, мы определяем факт овуляции и мы можем только знать беременность по гормональному фону. То есть, от момента овуляции мы считаем 63 дня, и беременность гормонально считается завершенной. Мы можем делать кесарево сечение либо планировать как-то там ориентировать на перенашивание и на болечебный контроль. По тому, что факт увязки, здесь беременность можно, она весьма срок весьма вариабелен, потому что собаки и кошки, ну, кошки здесь другой фактор, собака может повязаться еще до наступления овуляции, либо после наступления овуляции, но быть в фертильном периоде, когда она может забеременеть. И поэтому здесь плюс-минус 5-6, а иногда и 7 дней спокойно гуляет. Поскольку у кошек физиология отличается радикально, у кошек происходит пуская тайная овуляция, то есть, когда ее кот покрыл, и то не с первого раза. Сначала идет стимуляция, потом идет каскадный выброс гормонов, и, соответственно, идет овуляция, и после этого идет созревание яйцеклетки, и животное готово к оплодотворению. Этот срок тоже довольно-таки плюс-минус посчитать нужно, поскольку выживаемость спермии в половых путях она у кошек довольно-таки значительная. Поэтому истинный факт – это только гормональный. К сожалению, есть другие методы определения, когда животное должно, или срок окончания плодоношения, это как и по УЗИ, что в начале, в середине и в конце беременности есть определенные промеры параметра плодов по УЗИ, как мы их меряем, то мы попробуем и можем вычислить, когда заканчивается эта, приблизительно заканчивается беременность. Вы знаете, к нам поступил вопрос по поводу, то есть такая вот ситуация, крупная собака, крупные щенки, собаку пришлось кесарить, и владелец животного спрашивает, вот беременность, когда следующая может быть, следующую же течку, либо повременить, что делать в такой ситуации? Ну, смотрите, в любом случае, даже если сделать ссылки на наш российский кинологический РКФ, то, что один помет в год, то, что вяжем беременность, в следующую течку обязательно отдыхаем. Если касаемо, вот моя точка зрения, то, что касаемо собак крупной породы, то, что если ее вязать сразу же на следующую течку, но здоровье это никому не прибавит. Время сама здоровья не прибавляет, это все-таки мифы. Вот, и тем не менее, часто использование в вязках и через полгода все-таки здесь не полезно, поскольку есть определенные свои, которые могут быть последствия. Поэтому я не рекомендую все-таки делать нормальный перерыв, а потом с новыми силами получать уже хорошее здоровое потомство. А нормальный перерыв по времени это сколько примерно для собаки, кроме породы? Ну, через течку, то есть, соответственно, пропускаем собака родила, началась следующая течка, пропускаем, и в следующую течку опускаем. То есть через течку. Через течку, да. Через течку. Ну, раз мы уже, такой вот вопрос по породам, может быть, есть какие-то породные особенности в течение беременности у собак и у кошек, может, какие-то яркие такие, либо просто по размерам? Ну, смотрите, здесь, конечно, моменты есть. Что касаемо крупных пород собак, если собака забеременела одним щенком, либо она малоплодная, у крупноплодной собаки, получилось там один или два щенка, соответственно, здесь существует риск кесаревсечения, поскольку беременность, она заканчивается гормональной, в том числе заканчивается из-за внутреннего стресса, когда начинается внутри надпочечники плода вырабатывать гормоны и включает очередной там механизм гормональных реакций. Если собака крупноплодна, ну, по своей природе, у нее она многоплодная, но один у нее щеночек, да, одноплодная беременность, то в большинстве случаев все-таки это кесаревсечение. Поэтому здесь нужно, если делали УЗИ, знаем, что заведомо один щеночек, один плод, то, соответственно, здесь говорить с врачом, то, что когда, что и как, какие сроки делать кесаревсечение. Что касается мелких пород, поскольку здесь есть определенные пропорции и в том числе отношение плод к матери. Гораздо больше по весу идет плод у мелких пород, чем у собак крупных пород. Плод по соотношениям мать и плод меньше процентов, нежели у собак у мелких пород. У них соотношение плод к матери гораздо больше процентов составляет от нас. И поэтому у них роды немножечко тяжелее проходят. Что касаемо собак брахицефальных пород, которых морочка немножко отдавлена, здесь тоже действительно есть определенные породы, которые показаны кесаревсечения, которые сами очень тяжело рожают, либо не рожают вообще. Есть определенные анатомические особенности, когда собака брахицефальной породы из-за определенного строения грудной клетки и связочного аппарата матки. У них первое то, что матка смещается под прямым углом к входу в таз, то есть щенок с трудом может вплиниться в родовые пути. Это их особенность. Ниже собак, которые гончие, у них еще мордочка такая относительно большая, относительно тела. То есть если вот именно собаки со сплющенной мордочкой... Здесь размер черепа и размер таза имеют свое пропорциональное отношение, в том числе фактор, который будет влиять на течение родов, но в том числе как основная причина это все-таки анатомические особенности, когда идет смещение конфигурации, отношение матки к тазу, то есть под определенным углом. Также непосредственно, думаю, мы подошли к той теме, как ухаживать за... Ну, в принципе, некоторые моменты осветили. Все-таки как ухаживать непосредственно за беременным питомцем. Тут я бы хотела рассказать о кормах, которые представляет компания Афина торговая марка Бош и Санабель. У Бош есть такой замечательный корм, как Репродакшн. Его можно давать с пятой недели беременности. Также этот корм чем хорош? Тем, что содержит полный комплекс витаминов, минералов, микро- и макроэлементов, которые нужен собаке в такой замечательный период, как беременность. Также корм помогает, точнее стимулирует лактацию. А у Санабель есть корм китен, который также можно давать с пятой недели беременности. Также можно давать и котяткам на выкорм. Также корм содержит комплекс всех микро-макроэлементов, которые нужны для поддержания здоровья животных, для правильного формирования. Непосредственно у котят, либо если Репродакшн, это уже щенят в утробе матери. И хотелось бы также ответить на вопрос, который к нам поступил до трансляции. Такой момент, как нужно ли давать дополнительно витамины во время беременности. То есть мы понимаем, что, конечно, желательно и это правильно давать корма, которые соответствуют данному положению, то есть для беременных животных. Также я напоминаю, что корма содержит все витамины и минералы, и все те вещества, которые нужны для поддержания здоровья не только животного, но и плодов. Но по поводу витаминов, я все-таки с вами тоже хотела этот момент поднять. Я, как тоже есть ветеринарное образование, я как ветеринарный специалист, считаю, что все-таки, когда у нас животное положение, нужно приходить в клинику и уже на фоне анализов мы уже поймем, нуждается животное в чем-то, либо нет. Потому что корма профессиональные все-таки удовлетворяют эту потребность, но если вдруг у нас какие-то отклонения пошли, допустим, если собака крупной породы, может, дополнительно нужен кальций или хондропротекторы. Ну, смотрите, с чем я в своей практике чаще всего сталкиваюсь, это большие ошибки, которые делают заводчики, когда уже практически повязали, либо думают, что планируют вязку, они тоже начинают давать усиленные витамины, пичкать, да, и то, что, ну, как бы, хуже не будет. Но на самом деле здесь такое поведение идачи не в свое время на препараты, тем более кальция, ведет к послеродовой клапсии, когда животное... Ну, всем известны такие признаки, то, что когда уже, ну, кальций не усваивается и получается то, что судороги, потеря там аппетита, высокой температуры и животное это состояние крайне тяжелое, которое требует медикаментозного лечения в условиях клиники. Так вот, когда владельцы начинают в первой половине беременности или тут же начинают, как повязали давать витамины да еще усиленно кальциям, то организму столько витаминов не нужно, поскольку основной рост плодов он идет последние две недели беременности. Последние три месяца получаются. Ну, да, и поскольку организму столько не нужно микроэлементов и, соответственно, идет определенный ответ организма, в том числе включается эндокринная система, которая доконтролирует обмен кальция и, соответственно, дается команда не всасываться кальцию из кишечника. И кальций перестается всасываться из кишечника. Тут наступает вторая половина беременности ближе к родам и сами роды, где тем более лактация, когда самая потеря кальция идет и, соответственно, животное входит в такое состояние, которое называется послеродовой клапсией. Что касаемо кормов, да, действительно, вот то, что вы сказали, есть прекрасная корма, которая разработана с учетом всех потребностей. Я думаю, что здесь нужно прийти, обратиться к врачу, чтобы посмотреть. Допустим, владелец принес и сфотографировал этикетку корма и сказал, ну, у меня питомец получает такой-то корм, чтобы посмотреть, сколько микроэлементов кальций, после каких-то витамины там находятся, и чтобы врачи подумал, что и как, когда вводить кальций. Вообще, в общепринятой практике кальций начинают вводить уже ближе к предполагаемому роду, где-то, ну, образно говоря, за две недели до предполагаемых родов, и пока животное кормит, то есть на весь период лактации животное получает кальций, поливитамины с кальцием, именно сбалансированные, поскольку, еще раз говорю, самая большая потребность кальция, это в конце беременности, во время родов, и самая большая потеря кальция, это во время лактации, если в аналогии сравнить с коровой, которая лактирует, да, которая молоко, то за сутки она теряет практически стакан, то есть если стакан кальция, если пересчитать там на кошку, кошки у них реже бывает только на собаку, то действительно идет большая потребность кальция. То есть как, в принципе, я думаю, может быть известно нашим случаям, может быть неизвестно, есть такая штука как гиповитаминоз, есть такая штука как гипервитаминоз, и гипервитаминоз, он страшнее, чем нехватка витаминов. То есть переборщить это намного хуже, чем что-то недоградит. Совершенно верно, поскольку определенный гипервитаминоз, что витаминов Е, до любых, он может спровоцировать даже избыточные дачи витаминов животному, как аллергические реакции, как определенные, вплоть до закладки овостов, которые может быть напередован. Поэтому гипервитаминоз, он совершенно верно, может влиять и в том числе на развитие плодов. И еще такой момент, что если витаминов не хватает, их в принципе можно восполнить, а вот если избыток их пошел, то это намного тяжелее вывести животного уже с того периода, когда ему передавали витамины. Совершенно верно, это очень такая трудно корректированная патология, поэтому лишний раз позвонить, проконсультироваться, либо подойти, либо обсудить все вот эти вот тонкости по факту наступления беременности, я думаю, это в любой момент можно, ничего из-за такого страшного нет, потому что действительно самая распространенная ошибка во время беременности это кормление, это витамины, то, что самое основное. То есть, я думаю, что ответом на вопрос будет то, что обязательно нужно, во-первых, кормить профессиональным кормом животное, то есть, когда наступает беременность, нужно корм менять, обязательно с пятой недели начинать кормить профессиональными кормами, плюс по витаминам нужно непосредственно советоваться с врачом, то есть, если вдруг дополнительно что-то нужно, какие-то витамины вводить в рацион, то только под присмотром врача, потому что неконтролируемый ввод витаминов может навредить не только здоровью непосредственно беременного животного, но и потомству. И знаете, я бы хотела еще такой момент, как уход. Вот мы можем как-то распланировать, какой уход должен быть, если беременность произвести на три этапа. В первом, в втором и уже вот негативный такой вот момент. Какие основные моменты в этом, какие самые важные моменты? Ну, смотрите, по поводу моментов, допустим, вот он, животное там произошла вязка, кошки, собаки, без разницы, да? Кошки чаще возвращаются домой, потому что у них вязки, как правило, на стороне, на стороне. собаки тоже могут возвращаться, потому что у многих запланированные бывают выездные вязки. Так вот, первые, допустим, недели три, если касаемо нормально, здорового животного, я бы просто даже и не дергалась, потому что, еще раз говорю, это не болезни, это нормальное физиологическое состояние, которое должно быть и которое запланировано. Ну, то, что касаемо здоровых животных, те, которые животные проблемные, действительно, они наблюдаются в клиниках и все знают по какому поводу и что происходит, потому что если немножечко отступить в сторону, бывают такие ситуации, которые была вязка, состоялась вязкой, даже на УЗИ поставленной беременность, в том числе многоплодная беременность, но существует такое понятие как изопция плодов, то есть собака может быть беременна и практически бесследно рассосать все свои плоды, которые там развивались до какого-то момента. Если животное, этот диагноз был поставлен ранее, что врач и поготовок поставил этот диагноз, то такие животные они наблюдаются практически с первого дня вязки с определенной динамикой 7-10 дней, то, что идет динамическое наблюдение за животным и сдача определенных анализов, которые контролируют ход всего этого процесса и ход беременности, течения беременности. Так вот, касаемо вот этого факта, я из своей практики очень часто слышу от заводчиков то, что вот мы сделали там в другой клинике УЗИ, нам поставили, что у нас там 5 плодов, или там 6, или 10, или сколько там родилось 1-2, так это где? Врач-УЗИ, с дорогой он там да нет, на самом деле, на самом деле, может быть, оно так и было, потому что на тот момент, может быть, и было и 6, и 7, и 8 плодов, но включаются определенные механизмы, да, есть определенные заболевания, да, которые контролируются по течению беременности, произошла резорбция 2-3 плодов и соответственно на выходе во время родов то есть получилось их по счету поменьше. Не доехали к произведению. Да, и поэтому винить УЗИстов, врачей, кто ставит диагноз особо не надо, просто попытаться разобраться в этой проблеме, потому что это физиология, потому что действительно такие факты есть. А как часто это встречается? Потому что такой вопрос очень интересный, я думаю, больную у заводчиков, у многих. Вы знаете, судя по своей специальности, то, что когда все происходит нормально, ко мне нет, кто обращается, если это больше части если это какие-то дорогостоящие выездные вязки, чтобы уже все прошло, все нормально, но поскольку обращаются уже с проблемами, с какими-то, да, когда мы начинаем отслеживать, то естественно в моей практике часто, потому что еще раз говорю, здоровые, как правило, они не обращаются, все происходит, все нормально, очень часто, и даже можно посчитать, сколько одновременно, так, на вскидку, сколько одновременно у меня наблюдается животных с такой патологией в день, но ориентировочно 2-3 точно приходят на проверку вот именно то, как протекает беременность, поэтому сказать редко, нет, часто, но тоже на фоне других животных, может быть, и не так часто, но у меня в практике часто. Часто, все-таки, это достаточно частое явление, поэтому все-таки не стоит этому удивляться, не стоит винить никого, а вот такова физиология от этого. Ну да, мы можем лезть в природу, можем скорректировать эту патологию, да, чтобы животное нормально доносило и то количество, которое прикрепилось, да, и развить их, проконтролировать развитие плодов, которые изначально прикрепились в матке, да, но, соответственно, в любом случае стараемся, чтобы это было все хорошо, но мы же все-таки влазим в этот процесс, и природа все равно в определенный момент нам потом дает, как сказать, о себе знать, да, и это все издать. И последний такой вот вопрос, все-таки, как подготовиться к родам, когда начинать готовиться, то есть, с какого момента, есть ли какие-то признаки, вот, что уже, уже пора, что нужно подготовить, как, в общем, подготовиться к этому событию? Ну, посмотрите, поскольку роды все-таки это запланированный процесс, поскольку, ну, все деваться некуда, да, мы ждем рождение щеночков, котят, все это нормально. Что нам нужно, как подготовиться? Что касаемо собак, да, я рекомендую более тщательно осматривать и смотреть за животных последние, там, ну, недели, может, чуть побольше, до предполагаемых родов. Измерять температуру два раза в день, потому что, почему на такой временной промежуток, чтобы за определенное время, там, за семь дней, там, может, там, чуть побольше, владельцы хотя бы отследили и правильно посмотрели, как вообще температуру меряет и как она себя ведет. Вот, поскольку такое понятие, как падение рактальной температуры, оно является одним из предвестников рода. Потом, нужно посмотреть на животное и посмотреть перед родом и опускается живот. То есть, если вы посмотрите на животное сверху, то появляется и живот уходит, опускается. Вот. Разрыхление петли, появление молозива, то есть, просто понаблюдать за животным и готовиться. Потихонечку нужно, да, нужно приготовить место, да, где будет собак, рожать где ей будет комфортно. То есть, приготовить там полотенчики, ниточки, если необходимость, там будет перевязать поповину, потому что все-таки некоторые животные в природе они перегрызают поповину, но сейчас все это идет за себя взяли за ручки, то есть, они обрезают поповину, перевязывают. Некоторые животные, в том числе наши любимые брахицефалы, да, они физиологически у них челюсти не смогут откусить. Нормально откусить. Это так же у собак и у персидских ориентральных душах. Поэтому здесь в какие-то моменты нужно помогать и приготовить все самое необходимое, в том числе допустим ту же резиновую грушу аспиратор, чтобы откачать из глотки амниотической жидкости из носика. То есть вытереть, обогреть безнагрелочку. Больше основного как бы при равном течении родов и все. А вот знаете, еще хотела такой вот момент поднять. Есть ли какая-то то есть у кошек, у собак какое время суток обычно дойдут? Либо это вообще не пересказуемый процесс? или может парольная какая-то есть особенность? привязка к времени суток? В большинстве случаев здесь как таковой поскольку световой день поскольку на что может влиять вообще все функции как происходят все процессы это длина светового дня. поскольку находясь уже с искусственным освещением очень долго то такой тенденции в последнее время не отслеживается но по статистике все равно большинство урок начинается либо ночью либо ближе утром но четко сказать что прям вот 90% в одну сторону суток или в другую нет у человека тенденция такая есть потому что это описано то что большинство вечером ночью либо утром то это здесь есть это тоже в том числе от времени суток зависит я смотрю что вопросов нам за это время к сожалению никаких не поступило было очень приятно с вами пообщаться послушать перенять немножко вашего опыта я думаю я думаю что на это мы заканчиваем трансляцию нашего прямого эфира спасибо за внимание спасибо всего доброго до 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 Продолжение следует...